Акцент Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной пуск программы Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем о том, что сулит нам очередная приемная кампания. Как известно, 20 июня во всех, практически без исключения, в вузах Российской Федерации начался прием заявлений от абитуриентов, от потенциальных студентов. КФУ здесь не исключение. И сегодня мы беседуем с ответственным секретарем приемной комиссии Казанского федерального университета Олегом Германовичем Бодровым. Спасибо, что нашли время в запарке, в такой, которая началась. И вот уже трое суток идет прийти поговорить. Есть вопросы, интересующие, я думаю, в первую очередь, самих потенциальных студентов и их родителей. Ну и давайте начнем без обиняков, Олег Германович. Каковы планы? То есть, что Казанский федеральный университет вот сейчас предлагает тем, кто готов побороться за место в нем, в его студенческой семье? По количеству, по основным направлениям, соотношение бюджетных, небюджетных. В любой последовательности, как вам будет удобнее. Просто давайте обрисуем эту картинку. Благодарю вас за то, что пригласили, во-первых, Юрий Прокович. Спасибо вам большое. И нашим потенциальным амбитуриентам, значит, я бы хотел сказать, что всего на первый курс в этом году мы планируем принять 12 772 амбитуриента. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была более чем на 500 человек поменьше, 12 200 мы фактически приняли. Также в сравнении с прошлым годом у нас произошло увеличение бюджетных мест. Ну, как понять увеличение? Надо понимать, что какие-то специальности подверглись сокращению, какие-то увеличения. И если в прошлом году 4 372 бюджетных места было, то в этом году 5 392. 5 392? 5 392. То есть это больше чем 400 бюджетных мест. Ну, надо сказать, что произошло сокращение бюджетных мест максимальное, если количество сказать. То приемно-заочное обучение юриспруденции, он сейчас отсутствует. По этой причине 50 бюджетных мест на юриспруденцию, заочную форму обучения мы в этом году не досчитаемся. Соответственно, значит, у меня здесь есть данные, которые действительно касаются вот этих вот всех процессов. Ну, еще если говорить максимально, то психологопедагогическое образование, например, тоже минус 48 бюджетных мест. Именно потому, что закрыта заочная форма подготовки. То есть вот заочники, которые обучались, они все тоже считались бюджетниками, да? Относились к бюджетникам. Там также были и бюджетные места, и контрактные места. Но все-таки психологопедагогическое образование, оно все-таки имеет более такой, что ли, серьезный волновой эффект с точки зрения качества подготовки специалистов. Поэтому лучше его готовить в очной форме. А как с бюджетными местами, с динамикой по бюджетным местам, если говорить об очной форме обучения? Об очной форме, значит, здесь произошло увеличение, что отрадно, опять же, на педагогическое образование увеличилось, на лечебное дело, плюс 55 бюджетных мест по сравнению с прошлым годом. Это достаточно существенная позиция. Лечебное дело имеется в виду в Институте фундаментальной медицинной биологии, да? Совершенно верно, да. А по итогам прошлого года, если мне память не изменяет, это был максимальный, да, такой, именно на лечебное дело? Да, очень высокий был конкурс. Высокий конкурс, да. Дело в том, что этот конкурс действительно обоснованный. Во-первых, и качество подготовки в этом институте очень высокое. Во-вторых, уникальная лабораторная база, уникальные медицинские, значит, робототехники, которые применяются уже для обучения наших студентов. Не говоря уже о том, что это оборудованием оснащается наша университетская клиника. И вот совокупность этих факторов, она вызывает достаточно устойчивый и серьезный спрос, ну, не только среди жителей Республики Торстан, но и среди ребят из СНГ. Мы еще об этом поговорим, Олег Германович. По общей тенденции, вот смотрите, мы, ну, что значит мы, общественность, да, несколько лет уже там сетует, вот мы там 90-е годы наплодили огромное количество экономистов, юристов, а они уже не востребованы, ну, а инженеров не хватает и так далее. Можно ли сказать, что вот это такой кризис перепроизводства преодолен или преодолевается волевыми вот этими сокращениями количества бюджетных мест или, может быть, общего количества мест? Что вообще вот в этой сфере, какие сейчас доминирующие специальности, вот по вашим оценкам, куда больше всего идет, да, это первая, одна сторона медали и вторая сторона, а куда нацеливает политика российского Миноборнауки, или теперь это называется Министерство науки и высшего образования, и как это согласуется с интересами Казанского федерального университета, ну, или любого другого вуза? Ну, давайте по порядку. Да, конечно. Ну, во-первых, вот этот вот штамп, по-другому я его не могу назвать. Насчет перепроизводства? Совершенно верно. Юристов и экономистов. Что значит большое количество юристов и экономистов? Избыточное количество. Это штамп, не более того. Почему? Дело в том, что действительно выпускает очень много вузов, коммерческих, частных вузов, этих ребят с этими специальностями, но хороших юристов, хороших экономистов попробуйте найти на рынке. Это другое. Никак нет. Именно то же самое. То же самое вы считаете? А я вам скажу, вот обратите внимание, как устроен рынок труда юристов в Штатах. Достаточно узкая профессиональная ориентация вот этих вот юристов. Вот, допустим, юрист по бракоразводным процессам. В известном кинофильме, наверняка вы помните, как это было. И в этом фильме есть очень замечательный эпизод, когда проводится конференция юристов по бракоразводным процессам. Зал на тысячу мест, битком забит. Вы представляете? Узкая профессиональная специализация этого юриста. Вы можете представить, какое качество своих услуг он готов предоставить на рынок? А отсюда у нас, если мы сокращаем, то он специалист на все руки. Да. А отсюда качество. Вот отсюда мы и говорим. Что называется широкого профиля. Совершенно верно. Отсюда мы и говорим, что хороших-то мало. Поэтому решение проблемы не в сокращении количества набора, а наоборот. Ведь что такое рынок труда? Люди вышли на рынок, они вынуждены хвататься за работу. Возьмите рынок труда адвокатов. Ведь почему любое, скажем, малозначительное, с нашей точки зрения, проступок, уже является предметом рассмотрения судебных споров в Штатах? Именно потому, что юристы хватается и за эти случаи, и их переизбыток. Ну, там немножко другая правовая система, прямо скажем, гораздо более изощренная, разветвленная, детализированная. Совершенно верно. Что чрезвычайно важно, и поэтому, конечно, готовить юристов по 15-20 направлениям, каждый знает свой желобок, но он шагу не сделает для того, чтобы, если он специалист по бракоразводным процессам, он и пальца палец не ударит, чтобы заняться, например, дорожными происшествиями. Совершенно не его. Это такой страховой юрист. Он и не знает ничего. Юристы, которые специализирующиеся на международных отношениях, знающие специфику юридической системы отдельных национальных государств, в которых предприятия и контракты заключаются. Да, понятно. Мы немножко на юристах сосредоточились. А что? Давайте теперь о штампе, о другой стороне штампа. А вот нехватка инженеров – это тоже штамп? Вот здесь давайте тоже последовательно попробуем размножить ситуацию. В последнее время достаточно отчетливо мы видим тенденцию повышения спроса на специальности, связанные с IT-разработками. Вот это вот заказ, который формирует рынок именно IT-технологий. Ведь они проникают везде – и в медицину, и в сферу государственных услуг, и в другие сферы деятельности. И по этой причине спрос на рынке труда достаточно высок на этих специалистов. Это не пузырь? Никак нет. Это отчетливая, долгоустойчивая, долго направленная тенденция. Именно связано с тем, что развитие этих интернет-технологий остановить невозможно сейчас руками. Они развиваются с бешеной скоростью. А это предъявляет спрос на рынок труда ребят с этими специальностями. И поэтому мы видим спрос на IT-системы. На, скажем, наш высшую школу информационных технологий. ИТИС, да. ИТИС. Или, скажем, наш институт вычислительной математики и информационных технологий. Туда, ребята. Хорошо, вот что они могут предложить? Если говорить об институте ВМК, как раньше называли это попросту, да. И ИТИС. Вот это высшая школа инженерных интернет-технологий. Ну, давайте мы сейчас посмотрим тогда таким вот образом. Значит, институт вычислительной математики. Математические методы и информационные технологии в экономике и финансах. О, ну да. Вот когда-нибудь такое было? Нет. Ведь раньше было, что, ну, как сказать. Это специальность утвержденная уже. Это профиль, да. Это, значит, направление называется прикладная математика и информатика. Но в рамках этой вот такая вот узенькая профессионализация идет. Это достаточно интересно. Это магистрская программа. Это будут востребованы, скорее всего, люди. Конечно. Даже очень. Или, скажем, значит, это еще одна магистрская программа. К примеру, фундаментальная информатика и, значит, информационные технологии. Она реализуется на английском языке. Но профиль у нее – это наука о данных. Как работать с массивом больших данных. Как систематизировать. Как обрабатывать аналитику из них. Ну, это за назову бы дня. Ну, Бигда, это, да, везде. И в психологии, в медицине. Вплоть до того, что буквально, по-моему, вчера, что ли, готовясь к встрече с вами, попалась на глаза одна статья. Уже крупнейшие фирмы начинают анализировать топ-100 популярной музыки. И благодаря этому анализу определяют перспективы экономического состояния определенных социальных групп и на что рассчитывают. То есть, выходят буквально на практике, казалось бы, где попса, что слушают, да, и чего там не слушают. И где производство, условно говоря, каких-нибудь батончиков. Все, благодаря большим массивам данным удается установить какие-то закономерности и прийти к конкретным решениям. Или вот такая достаточно интересная направленность – это информационная безопасность компьютерных систем. Это направление и профиль нашего бакалаврета. Это ВТИС. Это у нас ВТИС. Или ВТИС. Нет, ВТИС, в качественной математике, ВМК. Понимаете? Актуально, да. А непосредственно инженерный институт? Робототехника. Робототехника, в первую очередь. Робототехника и уникальные разработки, которые они сейчас демонстрируют. Перед чемпионатом мира по футболу, футбол среди роботов. Да, 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 матч без роботов. Это же их разработка. Да, это, конечно, была такая фишка. Фишка университетская, можно сказать. Это делает рук наших инженеров. Инженерный институт. И какой конкурс, как вы думаете, в прошлом году был? Что ожидаете в этом на инженерной специализации? Знаете, пока... Лучше я не буду сглаживать эту ситуацию. Ну как, боюсь сглазить. А, вот в этом смысле, да? Не так же сгладить, чтобы острые углы обойтись, а не сглазить. Совершенно верно. Понятно. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Поэтому мы подождем. И в любом случае говорить о конкурсе можно только, когда завершен прием документов. Ну это понятно. Поэтому пока... У нас ведь сохраняется эта система, что один абитуриент может подать заявление в пять вузов. И в три направления. Три направления по каждому. Совершенно верно. То есть они могут подать и на философию, условно говоря, и на экономику, и на инженерные специальности. Как вот в такой ситуации вообще прогнозировать? Вы как считаете? Вот если лично пришел, это уже что-то значит? Или вы для себя, вот ваша приемная комиссия, но вы все равно же занимаетесь какой-то прогностикой. Вот ожидаете. Вот пошел вал бумаг. Отсюда, отсюда, отсюда насчитали, там 12, условно говоря, уже человек на место. А подходит время сдачи экзаменов, оказывается, три. Так бывает? Нет, не бывает. Нет? Нет, наоборот бывает. Наоборот бывает? Да. А, ну да, он же не лично является, он же результаты ЕГЭ предъявляет. Опять тут. Они сдают ЕГЭ, потом предъявляют нам результаты, но есть определенная категория абитуриентов, которые сдают наши внутренние вступительные испытания. И мы их... Это на отдельных дисциплинах каких-то? Нет, это на все дисциплины, но здесь отдельная категория абитуриентов. Это прежде всего инвалиды, это иностранцы и ребята, которые после техникумов или училищ, то есть на базе среднего профессионального образования. Вот эти категории абитуриентов имеют право сдавать внутренние вступительные испытания. Это, ну, такая особенность Казанского федерального университета и других кузов такой же. Нет, это по всей стране, это федеральный закон, да. И много таких ребят? Более трех тысяч, по прошлому году это было. То удельный, если удельный вес посмотреть, четверть получается, чуть меньше? Ну, если смотреть по фактически зачисленным, то тут надо посмотреть, сколько из этих трех тысяч было зачислено. А всего в прошлом году было подано 70 тысяч заявлений. Ой-ой-ой. Но с учетом того, что каждый на три мог подать, то есть здесь вот эту цифру, если мы так грубо на три разделим, то этого 25 тысяч. Вот из 25 тысяч, 3 тысячи сдавали внутренние вступительные испытания. Восьмая часть. Восьмая часть, да. Вы упомянули в начале нашего разговора о том, что несколько выросло в этом году, выросло возможность, да, количеству мест по педагогике, педагогико-психологическому блоку, да? Бюджетных мест, да. Бюджетные места. В связи с этим вопрос, вот, ну, такую, что ли, раскадровку, грубо говоря, дает федеральное министерство, да, вот, Казанский федеральный университет имеет вот столько-то бюджетных мест по такому, ну, на проправлении вот столько-то по такому, вот столько-то по такому. Это более-менее понятно. А что-то поступает какая-то, существует какая-то заявка или какая-то квота от Татарстанского министерства образования и науки? Ну, конечно же, и это есть. У нас есть, так скажем, целевой прием. Это вот как раз заявка от государственных органов власти Республики Татарстан по тем направлениям специальностей, которые действительно очень нужны. Экономики Республики на сегодняшний день. Например? По педагогическому образованию тоже самое. Это устойчивый спрос, потому что, вы знаете, вот развитие будущего зависит от того, как мы готовим сейчас школьников. Это понятно. Отсюда мы вкладываем человеческий капитал. А чтобы у нас получался качественный человеческий капитал, мы должны вкладывать тех, кто их будет обучать. Это четкая логика, и я вот только приветствую такие вещи и отрадно вот это вот отмечать. Достаточно щекотливый момент, связанный вот с бурным обсуждением последнего полугодия вопросов преподавания родных языков. Ну, конечно, мы говорим прежде о татарском языке. Муссируется информация во многих СМИ волнами. То больше, то меньше интерес, но он, тем не менее, не утухает окончательно. Так вот, не раз приходилось читать, слышать, что вот мы наготовили учителей татарского языка, теперь, значит, там, те, кто уже с дипломами, они вынуждены там переквалифицироваться, переучиваться чуть ли не на учителей русского языка, уходить и так далее. Если говорить об этом направлении, я не могу требовать от вас детального ответа, это, наверное, директор института надо спрашивать, но, тем не менее, насколько это возможно. Можно сказать, что уменьшена квота по подготовке педагогов от преподавателей татарского языка или осталась на прежнем уровне? Что здесь? Знаете, квоты как таковое ведь мы не ставим. А на вот эти изменения реагирует спрос со стороны потребителей. В данном случае абитуриентов. Мы готовы принять всех, кто подаст документы и успешно пройдет вступительное испытание. Нет, хорошо, человек подал документы, успешно прошел вступительные экзамены, но у вас на направлении преподавания татарского языка, грубо говоря, 50 мест. И все, это же кем-то определено, кем определено количество. Если вы говорите о бюджетных местах, то это действительно так. Конечно. Вот откуда идет этот заказ? А помимо бюджетных мест, есть еще ведь и места, которые... Ну, понятно. Да, да, я сейчас говорю о бюджетных местах. Вот эти вот, сколько их на самом деле по этому направлению, по преподаванию татарского языка? Давайте мы сейчас детально посмотрим. Я могу сказать... Как хорошо, что у вас все под рукой, вот вся информация. Ну, и как же. Вот предварительный, значит, план. Педагогическое образование, родной татарский язык и литература. Значит, 25 бюджетных мест. Вот этот заказ, он от Республиканского Министерства образования и науки или откуда он? Кто обеспечивает оплату вот этих 25 бюджетных мест? Ну, бюджетный заказ обеспечивается источником финансирования со стороны бюджета Российской Федерации в том числе. А вот, что касается этой цифры, которую я сейчас озвучил, я знаю, что сейчас с Министерством образования и науки ведутся переговоры относительно вот этого персонального заказа для Казанского Федерального Света подготовки вот этих вот кадров. Который все-таки будет оплачиваться из федерального бюджета. Ну, давайте так. Из бюджета федерального министерства. Когда решение будет принято, тогда мы с вами и вернемся к обсуждению этого вопроса. Хорошо. Достаточно деликатная тема. Все понятно здесь. Давайте, на самом деле, отложим окончательный ответ на эти вопросы. О соотношении казанцев и иногородних. Можно ли сказать, что количество иногородних студентов-очников, я хочу подчеркнуть, тоже будет, вы рассчитываете, что оно увеличится в этом году? Или оно по вашим планам, по планам, согласованным с министерствами, останется на прежнем уровне? Какова динамика здесь? Второй год подряд устойчивая тенденция роста бетурьентов с Павловского региона, с районов Республики Татарстан и из стран СНГ. Вот эти три категории бетурьентов, обеспечивающие нам географию приема, они вот демонстрируют устойчивый рост. Что касается казанских ребят, то у них удельный вес на фоне роста вот этих вот выше озвученных категорий, он сокращается, но не в абсолютных цифрах, а в удельном весе. Я понимаю, да. Поэтому вот эту вот анализику мы проводим, и что-то мы мониторим ситуацию. Я почему сейчас об этом спрашиваю, я думаю, что этот вопрос на самом деле очень многих интересует, и родители, и самих ребят, которые подали документы или подадут документы, собирается поступать. Одной из, как молодые говорят, фишек Казанского федерального университета несколько лет, вот уже, наверное, с 10-го, там, ну, со времен проведения универсиады, не с 10-го, конечно, года, является то, что мы фактически имеем деревню универсиады. Этот наш университетский комплекс общежитий, и, естественно, во всех буклетах, во всех материалах, которые распространяет Казанский федеральный университет, это обстоятельство отмечается, что у нас нет проблем. Мы, пожалуйста, мы предоставляем даже по европейским меркам вполне достойные места, комфортные в общежитии. В основном это касается деревни универсиады, а не старого блока общежитий. Но мы сейчас с вами говорили о том, что количество иногородних из стран СНГ, из районов Татарстана, из Павловского, из районов Павловского федерального округа растет. А деревня не резиновая, как принято говорить. Не возникает здесь некое напряжение, что мест будет не хватать, возникнут какие-то уплотнения. Как вот можно прокомментировать эту ситуацию? Ну, я могу вам сказать, что Казанский федеральный университет, общее количество мест, которые он располагает в общежитии, это более 15 тысяч. Как? А, принимаем 12, часть людей уходит, они выпускают, нет? Нет, не так просто. Так. Из этих 12 тысяч 700 есть заочники, есть магистранты, достаточно взрослые люди, которые не соглашаются с общежитиями. Кроме того, если мы возьмем, скажем так, очных, которых мы обязаны обеспечить, то эта цифра будет еще меньше. Но железное правило для абитуриентов Казанского федерального университета, все, кто поступил на первый курс, будут обеспечены 100% местами, и причем в деревне университетной. Даже не затрагивают этот первый, второй, четвертый, общежитетный. Это преимущество, которым мало кто из других университетов может похвастаться. И я вам скажу, что вот эти вот условия, деревни университета, которые мы предоставляем, они достаточно активно представлены и на ютубе, и очень даже иногда, знаете, решающим критерием является для выбора ребят из страны СНГ, в какой вуз именно приехать учиться. Это обстоятельства, где же обстоятельства. Причем, если мы еще наложим на эту ситуацию весьма символичную оплату за стоимость одного месяца проживания в деревне Уседа, это не более 500 рублей на сегодняшний день, привлекательность возрастает по нынешнему нескольку разу. Хорошо. Что с иностранными студентами, которых мы относим к дальнему зарубежу, не из страны СНГ? Какова динамика здесь? Чего вы ждете здесь? По дальнему зарубежу, знаете, здесь идет целевая проработка по нескольким направлениям. Прежде всего, это межправительственное соглашение и квотная выборка по линии Россотрудничества, которая позволяет нам набирать ребят из дальнего зарубежа в том числе. То есть это договора, которые заключены, скажем так, со странами на подготовку тех специалистов, которые для них нуждаются. Второе направление – это ребята приезжают к нам сами на сайте или через своих знакомых в социальной сети, обнаруживают наш университет и приезжают к нам учиться. Особенно это касается магистратуры. Достаточно активно это развивается направление. Особенно если мы возьмем Китай, то, вы знаете, я вот несколько могу примеров привести, когда для того, чтобы устроиться на работу в китайский вуз, студент должен пройти обучение в каком-нибудь зарубежном вузе. Что они делают? Четыре года на бакалориате изучают русский язык. На два года приезжают сюда к нам в магистратуру, уже владеют русским языком. А дальше возвращаются к себе, и он имеет совершенно конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто не прошел подобную схему подготовки. Удивительный народ китайцев. И тут успевают как-то все сконструировать как надо. У нас достаточно длительные отношения с ними, и вот с этой стороны устойчивый спрос уже стал традиционным. Вот я правильно понимаю, что Китай доминирует, ну, удельный вес китайских студентов среди студентов из дальнего зарубежья? Или там Китай, Индия, как это распределяется? Это в основном Юго-Восточная Азия все-таки? Да, в основном это и Китай, и Индия. Были у нас и иранцы, достаточно большое количество. Ну, давайте так, мы посмотрим, как в этом году будет развиваться ситуация. И встретимся с вами по итогам приемной кампании. Вы прекрасно завершаете нашу передачу. Спасибо, Олег Геровневич, за информацию. Я думаю, что она будет интересна и полезна для тех, кто все еще раздумывает, куда поступать. А мне остается только согласиться с вашим предложением. Давайте еще раз встретимся, когда уже будут известны окончательные официальные итоги этой приемной кампании. И мы ее с вами в эфире подведем. А вам, уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что сегодня мы беседовали с ответственным секретарем приемной комиссии Казанского федерального университета Олегом Германовичем Бодровым о том, что КФУ может предложить тем, кто готов в нем учиться в нашем, одном из старейших университетов России. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин